друзья сегодня мы едем в легендарное место копа демянский котел вот сейчас проезжая по дороге увидели вот такое интересное захоронение решили остановиться причем дорога лесная населенные пункты вообще ближайший в 10 12 километрах и вот смотрите танк подбитый наш т-34 передняя часть его или нет наверное т-34 другого это не буду говорить я по танкам не силен а вот наш вот толщина брони посмотрите каски 235 сибирской дивизии рукопашный бой вот так вот 42 год он до 5 верхушка от танка это поисковики наверное сделали он так вот кстати говоря хотел вам сказать сегодня просто с утра какой то зоопарк представляете четырех лосей встретили косулю двух зайцев и сумасшедшего глухаря который бросался нам проезжающей тачки вот так вот бывает ну что ж друзья осталось нам часом чуть-чуть доехать увидимся на позициях ну что ж друзья вот мы на позициях первый сигнал яма глубоченная на такой глубине блин две ракетницы немецкие ну первый сигнал поэтому показываю такой хламец бросаем сейчас помоечка попалась вообще их интересно копать потому что могут всякие классные штучки попадаться но вот в ты пока начали рыть смотрите ремень какой огромнейший не знаю чего наверно упряжь серии ну консервная баночка целая бутылка пивная вот с таким клеймом вот а вот поинтересней штучка смотрите это в рижский бальзам давайте попробуемся прям прямом эфире его копнем а ты его поддень ты рукой не сможешь и под ним там еще что то есть это потом уже помойки вообще тема интересная потому что иногда там и пряжки попадаются так как здесь были ссовцы сами понимаете штука интересная штычки там и всякая такая штука интересная по-моему он целый судя по тому что горлышко видать не он длинная бутылка ты его так не или склопнешь как не кокни он сразу разбивается если не лопатой попасть на все теперь можно на руку он пошел до целый стопудняк прикольная находка что они обычно если попадают 100 колотая чтобы целый налить какая да шикардос шикардос вот такая вот бутылочка рижского бальзама красотища ну что ж короче закончили копать помоечку вот она здесь была что тут из интересного прибавилось а значит шестиугольная банка вот такая без клеем целая значит бутылочка интересная смотрите кто знает напишите чего она какая узорная вот клей мы здесь обычные 350 граммов значит хлорница хлорница какого там у нас года сейчас посмотрим так вот у нас какой через камеры нифига не вижу вам наверно видно она полная кстати говоря я раскрыл пока вот консерва посмотрите интересно она и не знала не он пускается оказывается с 1800 вот там 6 секунды с 1829 года 1829 на так вот потом сделал немецу рюмочку себе вот остатки от нее и упряжь конская была вот она такая не открывается ну как-то вот так пенал попался от ппш или от мосинки потому что он это он да и туда применялся такой там внутри кстати классные штучки они цветного металла щеточка там отверточкой вот но открыть нам не получится потому что вид он у него конечно такой уставший а здесь друзья когда-то выкопали видите было временное захоронение видно бойцов вот из одной ямы пять человек противогаза света только три пока вижу вот касса 5 вот так вот друзья где-то думаю несколько лет назад вот они демьянские леса крышка сейчас попалась от немецкого котелка вот с таким клеймом cfz 38 год самое главное представляете вот здесь в болоте хорош застрял средь корней вытаскивал рукой быть палец отморозил ее просто вода еще леденющее вот такая с осколочным ну все равно как факт находки приятно рядом с крышкой от котелка немецкого появился вот глаз от противогаза но нашего и рядышком прям сразу сигнал вот еще банка от него а даже все остаток сейчас еще здесь посмотрим вдруг боец наступление было поэтому это черта девяшками что это сейчас посмотрим может быть что то будет значит ракетница сейчас сигнал был алюминиевая 5 рядышком кстати все рядышком вот с той крышечкой с противогазом ракетница длинная с парашютиком ракетница обычная значит это самое вот донышко сгнила странно обычно они не гниют а тут знаете как интересно сгнила вот рядом rgd шка наша тут видите все как-то перемешка немецкая значит это самое и русская она ушла в болоте лежала так что будем дальше тачок рассматривать а вот вслед за этими ракетницами смотрите выскочил вот такой штука я увидел ее вот на видео находили ребята но я что-то забыл что такое причем слышите она еще и по нет не воняет ничем вроде бы вот это самое так что подскажите пожалуйста я щас помой тут клейма на ней есть я вам все покажу секундочку ну вот помыл я ее смотрите она веревочка даже сохранилась вот с такими значит клеймами смотрите еще секунду он сороковой год маркировки а давайте откроем ее чуть куда пахнет каким-то маслом ну-ка проверим точно масло какое-то так не знаю наверное для смазки оружие или что-то но подскажите потому что мы точно не знаем вот такая прикольная штукенция выглядеть какая офигенная находка попалась жетон и у посмотреть какой сохран это просто сумасшедший кстати говоря друзья у меня к вам просьба я не разбираюсь в этом вы можете подсказать это какая часть и как вот это все расшифровывается вообще конечно сохран просто потрясающий вот такой вот опять же все ковыряем рядом с этими ракетницами крышечка от фляжечки попалась кстати говоря здесь много алюминиевых сигналов это редкость для нашего времени обычно их сразу выкапывают вот с таким клеймом ввф да по моему сороковой год но отлично крышки они всегда супер потому что фляжечку находишь без крышки а вот у тебя уже есть патрубок обознает противогаза показался вот он земле по книге потому что он сложный скорее всего самой маски нет выходит нет это странно не тянет стой что-то там или не один не просто два их то чаще посмотрим возможно что-то в внизу очередная граната наш советской ргд-33 но это сохран получше без рубашки непонятно со взрывателем нет на проверить конечно не будем смысла нет как факт находки вам показать своим посмотреть следом маска выскочила такая ведь его свернуты поэтому сохран такой бан этой фильтры нет тюбики тоже интересная тема их неимоверное количество разум попадается вот этот например биокс а если кто знает пишите я тоже не в курсе о чем так на зубной пасту похож 0 крем какой и опять одна из частых находок на позициях немецких это вот планка с патронами от винтовки маузер постоянно их теряли почему-то ну по крайней мере мы часто находим а вот так вот выглядит внутренности ящика из-под яиц так называемых из-под гранат немецких м 39 вот сюда вот они так вставляются и потом в сам ящик это средняя часть вот такая как я уже неоднократно говорил ни один коп не обходится без вот таких вот опасных находок данном случае это вот мины восьмидесятки каждый коп мы находим по много вот этих вот снарядов потому что велико отечественных использовали просто постоянно и повсеместно поэтому одна из самых из самых частых опасных находок на копе ну что ж друзья вечереет все возвращаемся мы приютившую нас деревеньку вот завтра нас ждет еще один день копа но завтра мы поедем по бойцам надеемся что найдем так как преддверие майских праздников вот будем стараться в общем но до завтра